Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Компания «Линия неба». На ТВ-коме информационная программа «Новости дня». О том, что произошло в нашем городе, сегодня расскажу вам я, Мария Латышева и корреспонденты ТВ-кома. И вот, что ждет вас в выпуске. Пешеход получил тяжелый травм и скончался до приезда в горы. Очередное ДТП со смертельным исходом. Мужчину сбили прямо на зебре на улице Барсуева. Я считаю, что будет красиво. Я боялся вот старый город и боялся, что носом будем утыкаться в этот мост. Ничего подобного. Парк возле Мемориала Победы хотят полностью преобразить. Какие изменения рассматривают – далее. Я очень благодарна им за чистое небо над головой. Жители стеклозавода почтили память героев Великой Отечественной. У памятника собрались потомки заводчан. На улице Барсуева мужчину сбили прямо на зебре. Он скончался до приезда скорой помощи. А в пригороде снова горел жилой дом. Обо всех ЧП, как всегда, расскажем в рубрике «Горячая линия ТВКОМа». Баир Цедыпов продолжит. Снова ДТП, снова под колесами оказался пешеход. На сей раз трагедии избежать не удалось. В первой половине дня в районе горсада на улице Барсуева прямо на зебре сбили мужчину. Медицина-катастроф спешила, как могла. Однако изменить исхода не удалось. По предварительным данным, сегодня утром на ней регулировали пешеход на переходе на улицу Барсуева. Водитель автомобиля Тойота Камри совершил наезд на мужчину. 1961 года рождения. Пешеход получил тяжелый травм и скончался до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент восстанавливает все обстоятельства произошедшей аварии. Еще одно ДТП в районе элеватора произошло с участием трамвая. Примечательно, машинист рельсового транспорта пропустил поворот и решил сдать назад, где его поджидал внедорожник. ДТП обошлось без травм. Пострадала только техника. Кто прав, а кто виноват, решат сотрудники ГАИ. На улице Шумянского произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. На место выхода воды направилась аварийная ремонтная бригада. Шесть специалистов и две единицы техники. Все работы проводятся без отключения от снабжения. Есть вероятность временного падения давления в трубах. В ДНТ «Багульник» горел дом. На момент прибытия пожарной бригады огонь уже охватил забор и жилое помещение. В течение часа огнеборцы заливали пламя водой. И, как итог, возгорание ликвидировано. Всего на вызов бросились 16 человек личного состава и 4 спецавтомобиля. Пострадавших нет. В России вступил в силу новый порядок реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения. Это позволит республиканским и местным органам власти точно определить зону ответственности, чтобы повысить эффективность работы систем информирования населения. В настоящее время уже начались работы по созданию механизма экстренного предупреждения граждан. По расчетам экспертов, ФОН позволит сократить время оповещения в два раза и увеличит его диапазон. С 10 мая в связи с реконструкцией тепломагистрали номер 3 будет перекрыта одна полоса автодороги по улице Трактовая от 22 дома до дома 9 Б. Участок закроют до завершения работ по реконструкции ориентировочно до конца августа. Парк возле Мемориала Победы хотят полностью преобразить. Территория давно нуждается в ремонте. Кроме того, там могут установить стелу «Город трудовой доблести», если место выберут у Лануденцы. Какую концепцию рассматривают, расскажем далее. Эти габионы были сделаны еще в советские годы. И сегодня часть из них уже пришла в негодность. Как вы видите, вот здесь уже опали камни, там разрушились некоторые конструкции. Чаще всего их сегодня используют исключительно для того, чтобы подняться наверх и спуститься вниз. Но уже в ближайшее время парк около Мемориала Победы может стать совершенно другим. По задумке архитекторов над улицей Балтахинова хотят сделать необычный стеклянный парящий мост и зеленую зону с местом для отдыха. Но самое главное, если у Лануденцы решат, то здесь может быть установлена стела «Город трудовой доблести». Благодаря нашим трудовым коллективам непосредственно инициатива работников авиазовода рассматривается вопрос о присвоении нашему городу почетного звания «Город трудовой доблести». И вот когда будет подписан указ, мы в соответствии с законодательством должны будем поставить стеллу, символизирующую вот эту памятную награду. Место выбрано не случайно, ведь отсюда и до Мемориала Победы рукой подать, и сама стела не затеряется на фоне города и будет видна жителям и гостям нашей столицы с разных сторон. На сегодняшний день мы вместе с проектировщиками предложили выносную пешеходную дорожку, которая откроет вид на улицу Балтахиново. Я думаю, это очень интересная тема. А если еще в этом месте мы решим совместно с администрациями города, с общественностью, что там будет у нас и стела «Город трудовой доблести», то я думаю, что это будет наиболее интересное место для горожан. Концепцию разрабатывала проектная мастерская «Атриум». Дизайн территории стараются продумать до мелочей, поэтому помимо красивого ландшафта, сделают все для удобства горожан. Для маломобильных будут подъемники, а для автомобилистов появится большая парковка. Приедут именно в парк, чтобы не здесь останавливались, а наверху. Да, потому что в любом случае, если мы будем делать здесь, совершенно ведется, подумают над этим. Здесь просто-таки парковка нужна была бы наверху. На бумаге концепция выглядит более чем красиво, но для того, чтобы понять, насколько она удачна и какой вид откроется перед горожанами, которые взойдут на этот мост, одной картинки мало. Поэтому мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков решил подняться на высоту 10 метров и посмотреть пейзаж, открывающийся на историческую часть нашей столицы. Я считаю, что будет красиво. Я боялся старый город и боялся, что носом будем утыкаться в этот мост. Ничего подобного. Если именно эта точка будет выбрана хорошая, и даже если у нас будут предложены иные места установки стелы, то вот эту идею, вот этот дизайн мы с другим памятником, с другим знаком обязательно будем реализовывать. Сейчас территория возле Мемориала Победы вместе со сквером «Радуга» участвует в рейтинговом голосовании для благоустройства. Если за это место большинство жителей нашей столицы отдадут голоса, то возможно уже в следующем году у нас с вами появится новая точка притяжения. Проголосовать и ознакомиться с проектами вы можете на сайте 03-горсреда.ру. Екатерина Иллистратова, Евгений Павлов, Новости дня. В Улан-Удэ сотрудники городского лесничества начали сезонные работы по уходу за зелеными насаждениями. Уже проведены работы на въезде в город с трассы Улан-Удэ-Курумкан по обеим сторонам дороги. В этом году впервые составлен список улиц, требующих ухода за деревьями и кустарниками и проведение работ для обеспечения безопасности горожан. Сформированы три бригады, сообщает Комитет городского хозяйства. Дикорастущие растения вдоль дорог, тротуаров и на пересечении проезжих частей перекрывают обзор как водителям, так и пешеходам, создавая опасные ситуации. А работы по открытию видимости необходимо начинать заблаговременно для безопасности горожан. Еще один автомобиль отправился в зону СВО для помощи бойцам из Бурятии. На этот раз его на собственные средства купили сотрудники органов внутренних дел. Торжественный митинг Министерства внутренних дел Бурятии проводит в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной. К дате приурочили еще одно событие. Сотрудники органов передают автомобиль землякам на специальную военную операцию. Был организован добровольный сбор денежных средств для оказания помощи нашим военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. На собранные средства мы приобрели автомашину «Газ Соболь». Автомашину подбирали специально повышенной проходимости, которая очень необходима и востребована в зоне проведения специальной военной операции. Данный автомобиль был передан в дар нашей пятой танковой бригаде. Оперативно закупить новый Соболь Министерству внутренних дел помогла организация содействия. Эта машина, она быстрее пришла, нежели чем заказывали они самостоятельно. То есть мы знаем поставщиков, которые могут обеспечить в кратчайшие сроки поставку. Мы можем договариваться о понижении цены. Также за счет поставщика было проведено предпродажное техническое обслуживание данного транспортного средства. Сегодня организация содействия обеспечивает полное взаимодействие воинских частей с бизнесом. Они на постоянной связи с военным командованием, а значит помогают оперативно удовлетворять дополнительные потребности бойцов. Мария Латышева, Батогармын, Новости дня. Также торжественный митинг сегодня состоялся у мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в годы Великой Отечественной. Далее репортаж с возложения. Россия – великая страна. А выстрелы в воздух, как символ мирного неба, означают победу в Великой Отечественной войне. По этому случаю парламентарии возложили цветы на мемориале воинам, умерших в госпиталях. В каждой семье есть свой герой. Памятен свой герой. Дед, прадед. И Великая Отечественная война – это символ мужества, отваги, героизма, единения советского народа. День, который объединяет всех нас. День, который объединяет нас благодарностью к вам, уважаемые труженики тыла. Дети войны, спасибо вам за ваш труд, за ваш стойкость, мужество за нашу восстановленную страну. В 1941 году война стала частью жизни каждого советского человека. 120 тысяч жителей Бурятии сражались на всех направлениях боевых действий. Более 3,5 тысяч человек были призваны из Октябрьского района Улан-Удэ. За проявленное мужество и храбрость 148 участников боевых действий отмечены высокими наградами Родины. Ровно 48 лет назад, в мае 1975 года, был торжественно открыт этот мемориал. Каждый пилон этого мемориала олицетворяет год в этой страшной, в этой трагической, самой страшной войне в мировой истории 20 века. Мы из поколения в поколение обязаны передавать информацию о том, что было 78 лет назад. За все эти годы, за 78 лет мы переживали яркие разные события, важные события. Все благодаря чему? Что в 1945 мы одержали легендарную победу. Эта победа нам досталась очень тяжело. И сегодня в наше время, в настоящее время переживаем сложные времена. Сейчас особенно необходимо это помнить, чтить, потому что к нашим героям, которые мы помним, наши деды, сейчас присоединяются новые герои, которых мы обязаны также помнить. В годы войны Бурятия потеряла свыше 40 тысяч храбрых бойцов. 15 из них стали героями своей страны. Поэтому новые улицы Октябрьского района будут названы в их честь. Вот для примера скажу, что у нас названа в 148 квартале, названа улица имени Максима Концова, героя Российской Федерации, павшего уже сейчас в годы специальной военной операции. Отметим, что сейчас Улан-Удэ готовят пакет документов на присвоение звания города трудовой славы. Татьяна Усольцева, Алексей Ромашов, Новости дня. Почти ли память земляков, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной, сегодня и в микрорайоне Стеклозавод. У памятника собрались местные жители и потомки заводчан. Слово моему коллеге Базиру Айшееву. Возле памятника стеклозаводчанам, погибшим в боях за родину в годы Великой Отечественной войны, многолюдно. В преддверии главного майского праздника местные жители пришли сказать спасибо погибшим солдатам, которые ушли на фронт и не вернулись. Когда объявили войну и когда дошло до стеклозавода, сразу же у проходной стеклозавода образовался митинг. Пришли у нас три работающих смены. 560 человек были призваны со стеклозавода на фронт. Из них 112 не вернулось домой. В их честь возвели памятник и имя каждого увековечили. Сегодня еще раз стеклозаводчане своим примером напомнили, что они знают и помнят о защитниках Родины. Это память нашим воинам, которые не пришли с войны. Я очень благодарна им за чистое небо над головой. В этом году наша страна будет праздновать 78-летнюю годовщину победы над фашизмом. Сегодня на территории Советского района проходят праздничные мероприятия. Мы сегодня чествуем наших дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, которые действительно отдали и свои жизни, и свое здоровье на дело в том, чтобы у нас сегодня было верно небо над головой. От лица Лондонского городского совета депутатов и от себя лично пожелать каждому из вас побольше доброты, здоровья, спокойных дней. И пусть наша славная победа будет постоянным стимулом для достойной жизни и процветания нашей Родины. Во время митинга каждый пришедший возложил цветы к монументу, как знак благодарности за май 45-го. Базарюшиев Сергей Медведев, Новости дня. День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 65% жителей нашей страны поставили 9 мая в рейтинге самых значимых дней в году на первое место. При этом в 2014 году таковым праздником для граждан был Новый год. Мы решили провести свой опрос среди улан-уденцев на этот счет. На ваш взгляд, какой праздник самый главный в году и почему? Новый год, наверное. Почему именно Новый год? Потому что больше праздничного настроения у людей. А так, не знаю. А на 9 мая? На 9 мая. 9 мая – это особенный праздник. Он больше ассоциируется с памятью, с гордостью за своих детов. Для меня Новый год. А почему? Не знаю, какие-то надежды на новые, что-то изменения. У меня 1 мая, потому что у меня день рождения. А для вас? Новый год. Почему Новый год? Потому что это самый лучший праздник, на мой взгляд. А на втором месте? А на втором месте день рождения моей подруги 1 мая. Скажите, какой праздник для вас в году самый важный и почему? День Победы. Почему День Победы? А за мы что победили, какой еще вопрос может быть? Все. Конечно. Если бы не победили, я бы не сказал. Скорее всего, Новый год. Потому что новое начало. Как-то новые планы можно построить. Сравнить с предыдущими, которые не сбылись, которые не смог выполнить. Добавить их в новый список и так далее. А дальше? Второе и третье место? Второе и третье место? Ну, годовщина свадьбы. Скорее всего, надо было первым назвать. 9 мая. Почему 9 мая именно? Потому что это День Победы. Наши предки, деды наши воевали за то, чтобы мы сейчас жили в мирное время. Тоже 9 мая. Потому что это священный праздник для всех наших россиян, для всех наших земляков. Потому что действительно сейчас он стал важен, актуален. Но он был, конечно, таким. 9 мая всех с наступающим праздником. Всем здоровья, удачи, успехов. Новый год, наверное. А почему? Потому что новая жизнь наступает. Я считаю, что самый главный праздник, конечно же, 9 мая. Потому что это праздник священный для каждой семьи нашей великой Родины. Потому что в каждой семье памятен свой герой, а у некоторых и несколько. Судя по ответам Улану Дензев, День Победы они, как и все россияне, считают одним из самых важных праздников. В числе любимых торжеств горожан, помимо Нового года, также 8 марта и 23 февраля. Прямо сейчас реклама. И вот что вас ждет во второй части выпуска. Сад оснащен всеми современными системами инженерными. В том числе это у нас сигнализация, пожарная сигнализация. В Бурятии строят сразу 19 детских садов. Один из них в селе Никольск Мухаршибирского района. Мы приехали с номером. У нас литературно-музыкальная композиция, которая называется «Вместе мы едины». В Бурятии прошел конкурс «Пою мою республику» среди учащихся коррекционных школ. Все подробности далее. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Две молочных колбасы по цене одной всего за 217 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Молоко «Домик в деревне» всего за 79,90. Абсолют. Гарант низких цен. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Сыр российский от Федорыча. Натуральный продукт сделан с любовью. В Куке созданы все условия для вашего незабываемого и полезного отдыха. 10 лечебно-оздоровительных программ по различным заболеваниям. Телефон в чете 210-911. Новости дня на ТВ Коми. В студии Мария Латышева. Мы продолжаем. В Бурятии строят сразу 19 детских садов. Один из них появится в селе Никольск Мухаршибирского района. Однако во время строительства у подрядчика возникли трудности с техническим присоединением. На место выехали власти республики. В селе Никольск продолжается строительство детского сада на 100 мест. По проекту подрядная организация должна завершить все за один год. Работа идет по графику. Однако есть риски не успеть с техническим присоединением к электросетям. В СМИ предусмотрено 9 миллионов. Сейчас мы этот момент вроде исчерпали. Нашли какие ресурсы финансовые. Счет выставил морская нам на 20 миллионов. Суть даже проблемы не только в финансах. Есть проблематика именно в срок. То, что тех переносов и тех присоединений можно занять по меньшей мере года. Срок сдачи объекта 1 ноября. Время еще позволяет внести корректировки. Подрядчик хочет сам закупить оборудование, чтобы не ждать электросетевую компанию. Мы сэкономили бы минимум месяца 2-3. А так, если это уйдет... Делайте все. Я понял. Новый детский сад будет оснащен всем необходимым. Будут светлые и просторные игровые комнаты, спальни и спортзал. И что немаловажно, объект будет соответствовать всем нормам и требованиям безопасности. Сад оснащен всеми современными системами инженерными. В том числе, это у нас сигнализация, пожарная сигнализация, системы связи, видеонаблюдение. То есть, ну, сад на современном уровне. Для того, чтобы подключить к электросетям, этот садик, да, нужно электросети перенести. И сегодня как раз подрядчик обозначил проблему, что на это дело уходит, скажем, достаточно длительный срок. У нас же, скажем, очень много там бумаг, технической документации и всего прочего, да. Вот эти вот... Поэтому подрядчик просил ускорить эти процессы, посодействовать, чтобы мы органы власти, правительство республики там помогло им в этом процессе. Решение есть. Осталось дело за органами власти. Сегодня строительство продолжается. Уже выполнена цокольная часть здания. По словам подрядчика, до конца июня он завершит сборку каркаса и приступит к инженерным сетям. Базарышаев Бату-Гармен. Новости дня. Мухаршибирский район. В Бурятии появится парк мужества, где будет высажено больше 10 тысяч саженцев сосны. Идея принадлежит руководителю крупного охотничьего хозяйства Атия Вячеславу Самойлову. Оно находится в Заиграевском районе. Его площадь около 75 тысяч гектаров. Там занимаются восстановлением леса. Есть свой питомник, где выращивают более 150 тысяч саженцев. Главный смысл в том, что парк станет таким местом отдыха, куда будут приходить со своими детьми нынешние участники спецоперации. А первые высадки леса пройдут 24 мая. Пенсионеры отдыхают. Студенткам университета третьего возраста из Прибайкальского района устроили культурный выход. Для многих из них такие выезды редкостью и поэтому особенно цены. Тему продолжит наш корреспондент. Перед вами не просто пенсионерки, а можно сказать студентки кафедры туризма университета третьего образования. Это движение, цель которого открыть пожилым новые возможности, научить и разнообразить жизнь на заслуженном отдыхе. У нас есть факультет правовой грамотности, есть компьютерная грамотность, есть школа безопасности. То есть мы организованно работаем с людьми старшего поколения для того, чтобы они чувствовали себя более защищенными в наше трудное время. Помимо учебы специалисты соцзащиты организовывают досуг от кружков до занятий спортом. В качестве культурного развлечения бабушкам предложили посетить театр в рамках социального туризма. Нам предложила соцзащита наша Тарунтаева. Потом мы все женщины такие активные, позитивные. Сказали поедем, поедем. Наняли машину и приехали. Когда последний раз были в театре? Последний раз я была в мае 2021 года. Для многих пенсионеров, а особенно из районов, такие поездки помогают не только перезагрузиться, но и зарядиться позитивными эмоциями. Что ожидаете от театра? Ой, огромного впечатления. Очень хочется послушать, посмотреть, поделиться со всеми впечатлениями, которые мы здесь получим. Такие поездки не единичные. Специалисты ежедневно стараются разнообразить отдых пенсионеров. Помимо театров и музеев города, группы выезжают и в другие районы Бурятии. Базаревший в Бату-Гармын. Новости дня. В Бурятии состоялся конкурс «Пою мою республику». В нем учащиеся коррекционных школ со всех районов показали лучшие творческие номера. Подробности в материале нашего корреспондента. В Бурятии много особенных детей. И у каждого есть свои достоинства, которые нужно развивать. Так считают преподаватели коррекционных школ, которые периодически принимают участие в конкурсах. Конкурс «Я горжусь тобой, Бурятия моя» здесь конкурс литературно-музыкальный. Значит, творческие группы школ будут представлять своеобразие своего района, где проживают. По словам директора школы, в таких конкурсах дети могут показать себя во всей красе. Этой возможностью уже воспользовались более 150 коррекционных школ со всей Бурятии. Мы приехали с номером. У нас литературно-музыкальная композиция, которая называется «Вместе мы едины». Этой композицией мы хотим показать, как мы в нашем краю все едины. Ребята будут рассказывать стихи, танцевать танец, а также петь песню родным краем. Параллельно с этим школьники приняли участие в выставке рисунков и декоративно-прикладного творчества. Таежная, Озерная, Степная. Отмечу, что конкурс «Пою мою республику» в Бурятии проходит каждые два года. Татьяна Усольцева, Алексей Ромашов. Новости дня. Почтовые марки в честь столетия республики. К концу мая в продажу поступит целый блок почтовых изделий. Среди прочих впервые выпустят круглую марку. На ней изображены герб и природные и архитектурные достопримечательности Бурятии в оформлении национального орнамента. Авторы обещают дополнительно издать конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Москвы и Улан-Удэ. Стоимость марки составит 120 рублей, тираж – 18 тысяч экземпляров. Кроме того, Банк России выпустил монету номиналом 3 рубля в честь юбилея нашего региона. В Забайкальском крае впервые прошел фестиваль социального кино. На соцзрители представили несколько короткометражных документальных фильмов. Среди авторов кинолент есть профессионалы и любители. Все подробности в следующем материале. Через короткий метр заявлять о проблемах общества – вот основная цель фестиваля социальных фильмов. Прошел он в Забайкальском крае и объединил кинодеятелей, телевизионщиков, представителей некоммерческих организаций и волонтеров со всего Дальнего Востока. Первое – это привлечь внимание к добровольческим объединениям, которые занимаются помощью людям. Вот про них мы сегодня сделали три фильма. И рассказать о некоторых социальных проблемах, которые тревожат наших граждан, которые имеют инструмент, ну, камеру, немножко сценария, немножко подзаморочились, рассказали о проблеме. И не просто так где-то там кричат в комментариях, вот у нас там… Нет, потрудились, выявили проблематику, накинули какие-то свои пути этого решения. С первых кадров уже было понятно, что молодым кинематографистам есть что сказать и показать зрителям. За короткий срок они подготовили к показу фильмы о детях-больных онкологиях, о сиротах, живущих в детских домах, о кучах мусора, который украшают дворы вместо уютных детских площадок. Все это так или иначе отражает то, что происходит в так называемых провинциях. Что такое региональное кино? Это, как я это люблю для себя, во всяком случае, как человек, который этим занимается уже 12 лет, как я для себя люблю это определять, это когда денег нет, но снять очень хочется. И за счет того, что мы живем в регионе, где куча знакомых, кто может машину на съемку привезти, локацию тебе бесплатно дать, просто ребята, которые знакомые, друзья, поучаствовать в качестве актеров. Вот это и есть региональное кино, и это на самом деле явление. Организаторы надеются, что представленные картины оставят след в зрителях и мощно ударят по их восприятию. Фестиваль социального кино, это очень хорошо. Я вот вспоминаю, мы вспоминаем, это социальная реклама была когда, да? Это же здорово, там, когда там Нонна Мордюкова, там, помню, это «Помаши маме ручкой», ну, кто старшее поколение помнит, это же здорово было. То есть это какое-то что-то теплое давало. В очередной раз зрители убедились в том, что кино может не только развлекать аудиторию, но и транслировать через себя социальные проблемы и несовершенство нашего мира. Екатерина Лестратова, новости дня, Забайкальский край. Не за горой выпускные в детских садах, школах и вузах. Позаботиться о цветах для педагогов и коллективных заявках стоит уже сейчас. Тем более один из магазинов нашего города предлагает сделать это максимально выгодно. Какое, смотрите прямо сейчас. Цветочный базар Цветочный базар – настоящий рай для тех, кто ищет качественный букет. Хризантемы, герберы, альстромерии – эти цветы дают хороший объем и стойкие, что особенно важно для грядущих выпускных праздников и последних звонков. Близятся выпускные и последние звонки. Наш магазин рад предложить вам интересные акции на розы, на альстромерии, на хризантемы. То есть по выгодной цене можно сделать очень красивый, шикарный, достойный букет для своего любимого учителя либо воспитателя. Также у нас есть акции по UDS-приложению, сертификаты подарочные, приветственные бонусы. 5-7 хризантемок уже пышный букет. И без воды выдерживают долго. Выпускные и последний звонок – праздники небыстрые. Пока торжественная часть – поздравления, фотографии. А эти цветы точно могут выстоять без воды не один час. Большой выбор гвоздик с разным оттенком на 9 мая тоже здесь же, в цветочном базаре. Сейчас появляется широкий ассортимент сезонных цветов. Это красивейшие пионы начали поступать. Большая любовь всех девочек. Также матиолы, альстромерии, хризантемы всяческие, сортовые, интересные. В общем, мы будем очень рады вас видеть в нашем магазине-салоне. Сделайте одно из самых главных и запоминающихся событий в жизни ребенка ярким вместе с цветочным базаром. Салон принимает коллективные и индивидуальные заявки на букеты к выпускным и последним звонкам. Цветочный базар. Улица Ербанова, 28, телефон 213-777. Оставайтесь на ТВ-коме в 20.10 в Осаду Левогороде. Главный огородник Бурятии Анатолий Кушнарев подробно расскажет о начале полевого сезона. О всех тонкостях при высаживании рассады, как лучше подготовить грядки на участке и не только. Дачники, 20.10. Время для вас. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Очередное ДТП со смертельным исходом. Мужчину сбили прямо на зебре на улице Барсоева. Парк возле Мемориала Победы хотят полностью преобразить. Именно там могут установить целую город трудовой доблести. Жители стеклозавода почтили память героев Великой Отечественной. У памятника собрались потомки заводчан. А я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала ВКонтакте, в Телеграме или в мобильном приложении пирс.тв. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь. И как всегда желаю вам только хороших новостей и отличных праздничных дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Свежие овощи в Абсолюте. Огурцы всего за 148 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Сочные фрукты в Абсолюте. Яблоки всего за 68 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Ровные как гладь океана. Притягивающий взор как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова